Награждение по итогам муниципального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» прошло в Люберецком управлении образования. В конференц-зале собрались представители духовенства и депутаты Люберецкого округа, педагоги, а также юные участники конкурса и их родители. За лучшие рисунки детей наградили грамотами и ценными призами. «Красота Божьего мира» – ежегодный конкурс детских художественных работ. Проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. Его муниципальный этап закончился. Были объявлены победители в трех возрастных категориях и в разных номинациях. В конкурсе участвовало 78 обучающихся от 7 до 18 лет из 13 образовательных организаций. Очень много работ представили, что такие школы, как 25-я, 52-я, 27-я. Большое спасибо руководителям, которые подготовили детей. И дети на этом конкурсе открыли просто всю душу. Конкурс «Красота Божьего мира» направлен на духовное и нравственное воспитание детей и подростков. Юные художники рисуют то, что их окружает в повседневной жизни. Свою семью и друзей, природу, родной дом и свой город, а также библейские сюжеты. Нарисовала Благородицу с младенцем. Мне хотелось бы сказать, что мне ее очень было трудно рисовать. Я чувствовала себя спокойно, я чувствовала радость, когда рисовала эту картину. «Красота Божьего мира» – это конкурс, который помогает детям раскрыть в себе новые способности и таланты. Учит видеть вокруг себя прекрасное, а значит, любить свою землю и родину. Нынешний конкурс собой представляет очень впечатляющие картины, которые больше дают нам понять взрослым, насколько этот мир прекрасен, насколько дети развиты, насколько родители занимают в их жизни очень важное место. Все работы, которые были представлены на конкурсе, будут участвовать в выставках в рамках рождественских образовательных чтений в Люберецком городском округе. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok